Привет всем! Сегодня расскажу, зачем я заменил пластиковую крышку. Кожух КРМ. За что эта верхняя и нижняя крышка отвечает? Какие неприятности могут быть при неисправности? И другие вопросы еще. Некоторое время назад заметил, что двигатель иногда подраивает. Для выявления причины, первое, что пришло в голову, это было проверить двигатель на герметичность. Не подсасывает ли где-то лишний, неустенний воздух? К вопросу о подсасывании воздуха и как с этим бороться, мы еще вернемся в другом видео. Но сейчас поговорим именно об этом крышке. Кожуха ГРМ. Пригодил машину на диагностике. Запустили дым в двигатель и тех сотрудники выявили место, где дым просачивался. В том числе была и окружность этой пластиковой крышки. Хоть немного, но все-таки чуть было заметно что-то подразделенное. Еще важная рекомендация. Если двигатель троит на холодную, диагностируйте с помощью дыма на холодном двигателе. А если троит на горячую, диагностируйте только на горячем двигателе. Занялся поочередно устранять неполятки. Заменили прокладку пускного коллектора и вакуум насоса. А троение все-таки продолжается. Наконец-то подошел очередь этой крышки. Значит, предназначение этой крышки защитить ГРМ от попадания иных вещей и защитить герметичность двигателя. Современные двигатели так устроены, что если хоть по минимальному нарушена герметичность, ЭБУ на это сразу реагирует и начинается головной боль автовладельца, пока не устранит все неполадки. Иногда даже невооруженным глазом можно заметить, что около стика крышки и двигателя потеет от масла. Это значит, что прокладка крышки или сама крышка вышла из строя и срочно нужно заменить. Прокладка от старости не может держать вставление и просачивается маслом. Также крышка гнется, деформируется. Невозможно прижать хоть новую прокладку к блоку цилиндров и к головке. Начинается заметное или или заметное просачивание масла и заодно в этих местах двигатель подсасывает воздух. То же самое и касается нижней крышки. Вот и причина троения. Никакой сложности при снятии не было. Нужно около нее пространство освободить. Снял бачок, некоторые под руки отодвинул. Подложил под двигателем томкрат подъемник и страховку обязательно. Снял подушку двигателя и вот таким ключом легко открутил и закрутил липотики. Что обнаружилось? Подтеки масла ниже кожуха были более заметны и ее сверху не было видно. Осматриваем крышку внимательно на ровной поверхности. Убеждаемся, что крышка действительно согнута, деформирована. Тут только замена прокладки и даже керметик не поможет. Читал форумы и все советует. Раскошелиться и заменить крышку с прокладками. Запасные крышки есть разных производителей. Даже китайцы штампуют с эмблемами оригиналов. И если в магазине вам говорят, что крышка оригинал, не стоит доверять. Вот артикульный код крышки для двигателей 1.8 и 2.0 TSI. Ссылку для покупки на Алиэкспресс оставлю ниже под видео. Ну и после замены этой крышки машина на холодном и на горячем заводится отлично. Двигатель воздух не подсасывает. Пропали ошибки пропуска в цилиндрах и больше не появляются. Автомобиль и я чувствуем просто себя отлично. Так что можете поздравить меня. И в конце видео хочу попрощаться и просто подписаться на канал. Ставьте лайк и ждите новые, более интересные видео на канале. Спасибо всем за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok